Забота, внимание, помощь. Поддержка тех, кому сегодня трудно. Защита здесь. Социальная программа. Еще раз о ЕДК. Филиалы центров социальной поддержки населения продолжают консультировать граждан. Что такое ресоциализация? Новая сертификатная система помогает наркозависимым вернуться к нормальной жизни. Фестиваль передает добро по кругу. Дети с ограниченными возможностями здоровья показали безграничные творческие способности. Филиалы центра социальной поддержки населения Оренбургской области продолжают консультировать граждан по вопросам, связанным с начислением ежемесячной денежной компенсации. Количество обратившихся сокращается. Если в феврале телефон практически не умолкал, то теперь звонков стало меньше. Была проведена разъяснительная работа с гражданами, в том числе и по местам, по районам организовывались сельские советы, где приглашались наши специалисты. И специалисты давали на конкретных примерах пояснение, почему человек получил именно такую сумму, а не ту, которую получал ранее. Мы от самого поставщика будем напрямую получать сведения о употребленных вами услугах. И уже на основании сведений от поставщиков делать расчет индивидуально каждому. Ну, это все очень хорошо, помешно, ходить по всем инстанциям. Валентина Русеева – ветеран труда. Ей 63 года. Коммунальные услуги оплачивает всегда вовремя. Как считает пенсионерка, компенсация – значимая мера поддержки, а перемены в законе – веяние времени. В расчетах уже норматив, например, на газ, на электроэнергию, на воду. И по всем этим нормативам у меня жилплощадь, как раз я одинокая. Живу не то, что одинокая, живу одна в сеть, по нормативам у меня все проходит. По новым правилам ЕДК начисляется по фактическому употреблению коммунальных услуг. При таком порядке точность начислений зависит от сведений, предоставленных поставщиками ресурсов. Их в Оренбурге 400. Именно они ответственны за правильность информации, которая берется за основу расчета компенсации. На данный момент имеются такие проблемы, когда поставщики до сих пор предоставляют науковитанции. Наши специалисты Центра соцподдержки забивают данные квитанции в нашу систему самостоятельно. Часто мы слышим, что в последнее время выплата не произведена в связи с ошибками в системе. Хотелось бы уточнить, что данные ошибки – это ошибки не в нашей системе. Электронный социальный регистр полностью рассчитывает все меры правильно. Если информации нет от поставщика, то, естественно, рассчитать, когда ноль стоит, система подает ноль. Гражданам, которым по каким-то причинам была начислена некорректная сумма компенсации, уже выполнен перерасчет. Таким образом, льготные категории получили все средства за фактическое пользование услугами ЖКХ. В Оренбургской области будут заниматься ресоциализацией наркозависимых, теперь по сертификатной системе. С такой инициативой выступило Министерство соцразвития региона. Получить меру поддержки смогут граждане старше 18 лет, которые состоят на учете в лечебных учреждениях и прошли медицинскую реабилитацию. Эта услуга очень востребована, потому что предполагает дать шанс людям, которые, может быть, случайно оступились, но не могут найти возможность вернуться в общественную жизнь. А вот эта мера социальной поддержки, которая предусмотрена постановлением правительства Оренбургской области, дает шанс такому человеку. Как именно сертификат поможет бывшим наркозависимым? Подробно этот вопрос рассмотрели в ходе круглого стола. На одного пациента выделяется 15 300 рублей. Сюда не входит лечение, только реабилитационные меры, поддержка психолога. Заниматься ресоциализацией будут некоммерческие организации. Одной из первых о своем желании работать по сертификатной системе заявила НКО «Здоровая страна». Тут есть разные пути. Человек сначала может обратиться в медицинское учреждение, и там его обязательно проинформируют о том, что есть такая возможность получить сертификат. Также человек может обратиться и к нам. Но мы, безусловно, как и раньше работали, так и сейчас мы будем обязаны направить его сначала на курс лечения. По программе НКО «Здоровая страна» работает реабилитационный центр «Вершина Оренбург». Только за прошлый год здесь восстановились около ста человек. У каждого из них своя история. Это сегодня 24-летний Егор – активный, спортивный и общительный. Его жизнь могла бы сложиться по-другому, если бы он не оказался в нужное время в нужном месте. Я употреблял очень много лет наркотики, тяжелые вещества. И как-то в определенный момент жизни у меня получилось так, что я очень хочу бросить наркотики, а у меня самого это никак не получается. И когда я уже не мог попросить ни у кого о помощи, я как бы ощутил свое дно в употреблении. Но мне опять же помогла мама, подсказала мне про эту программу. И теперь я благодарен НКО «Здоровая страна» за то, что дал мне возможность жить. Сергей уже прошел часть пути, и теперь он волонтер. На своем примере показывает другим, как можно жить без вредных привычек. У нас в основном психологи идут, занятия по лекциям происходят, разбираем, идем по заданиям на малой группе. У нас происходит разбор заданий, выполнение заданий. Я работаю на первом шаге сейчас. Ну, получается, что есть перспектива, есть уверенность в будущем дне. Именно на то, чтобы как можно больше наркозависимых верили в счастливое завтра, и нацелена программа ресоциализации. Воспользоваться сертификатом можно один раз в год в течение 30 календарных дней. Последняя репетиция перед выходом на сцену. Восьмилетняя Юлия Витчинкина – участница фестиваля для детей с ограниченными возможностями «Передай добро по кругу». Она выступает в номинации «Поэтическое вдохновение». Хотя талантов у девочки много. Проявить себя могла бы в каждом конкурсе. Я принимала участие на танцах, на пении. Тоже стихи рассказывала. Я хотела бы стать модельером, потому что мне очень нравится эта профессия. Я люблю придумывать всякие одежды. Юля с удовольствием учит уроки и играет на скрипке. Во всем старается добиться высоких результатов. Затем, чтобы желание быть первой не отразилось на здоровье, следит мама. Шесть лет назад врачи поставили девочке диагноз – сахарный диабет. Сначала, конечно, не знали, что это диабет. Думала, простыл, наверное. Стала весить, терять, похудела очень сильно. Она вообще активный ребенок, а тут ей надо поспать, полежать. Обратились к врачу. Диагноз лишь на время изменил жизнь девочки. Мама всегда рядом и поддерживает любые начинания дочери. Вот и наряд на фестиваль, как всегда, выбирали вместе. Затем будешь получать-то потреблются молока. А по праздникам ватрушку и четыре червяка. Выступила Юля отлично. И, сидя в зале, болела за таких же, как она сама, ярких и творческих ребят. На фестивале их собралось около 80. Конкурсная программа состояла из четырех номинаций. Поэтическое вдохновение, музыкальные ступеньки, волшебная кисточка и умелые руки. Последнее – самое массовое. На суд жюри юные художники представили более 200 работ. Такие детки все талантливые, все шикарные просто рисунки, шикарные поделки. Мы очень рады, очень довольны. Фестиваль показал творчество детей многогранно. Каждый стенд со своей изюминкой. Нарисованные картины яркие, эмоциональные и полностью отражают внутренний мир детей. На концерте каждый ребенок выбрал ту песню, которая ему по душе. Я в военные машины изюду, буду систь, если только захочу. Мне очень нравится петь, чтобы тебя награждали и все такое. За участников активно болели педагоги. Преподаватели интернатных учреждений подготовили интересные номера. Концерт стал своеобразным итогом годовой работы. Детки у нас необычные, поэтому приходится переживать за них, волноваться, где-то подсказывать. Но, несмотря ни на что, вот такая вот отдача. И поэтому и фестиваль наш называется «Передай добро по кругу». То есть относиться с добротой, с вниманием, с любовью к детям. Это только один из этапов фестиваля. Лучшие номера будут отобраны для участия в гала-концерте, который состоится в Оренбурге 13 мая во Дворце творчества детей и молодежи. Социальная программа «Защита здесь». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»